Это Москва-Сити. Смотрите, на чем я сейчас поеду. Я обожаю просто ездить двойкой, на самом деле. Многие этого не знают. Я, короче, катался до последнего. Антифриз закипел, прикиньте, смотрите. Охренеть. Охренеть. Это как будто-то Ямаха R1 в убитом состоянии. Офигеть, офигеть. Джесси, мы тебе вручим частичку нашего сердца. Ничего себе. Астана красивая какая, смотрите, это что такое? Это отель какой-то офигенный, посмотрите. С аркой вот этот вот. Просто необычный. Пипец какой необычный. Необычные здания, необычные строения. Все очень необычное. Ну, не красота ли? Посмотрите. Вау, красиво, смотрите. А здесь-то как? Вообще просто... Что это? Это Москва-Сити? Смотрите, какой вид открывается здесь. Просто офигенный. Офигенная. Астана какая красивая. Вот этот проспект, он просто вообще бомба. Это реально такой, типа, круче, чем Арбат в Москве. Так, друзья, ну что ж, заехали. Вот такое место, короче. Называется он цирк. Здесь ребята местные с Астаны собираются. Сейчас, короче, отправимся по Акатосити, по ночной Астане. И здесь, короче, ребята в кафешке. Здесь только что меня угощали. Короче, говорят, что наклейки наши не оставляешь здесь. Поэтому сейчас, короче, забахаем здесь наклеечку Ниндзя-клана. Все, давайте, клею. Во. Где-нибудь тут, да? Да. Во, огонь. Вот так вот. Все, супер, спасибо вам. Вкусная еда. Спасибо. А самое интересное, знаете что? Что я еду двойкой. И я еду, знаете, на чем? Сейчас покажу, на чем. Мой рюкзак, короче, опять порвался. Но сейчас, смотрите, я буду особым гостем в Казахстане. И смотрите, на чем я сейчас поеду. Просто на особым транспорте. Дело в том, что я просто обожаю, на самом деле, ездить двойкой. И сейчас ребята предложили... А? Ну, в принципе, я думаю, не особо сильно мешает. Можно слушать, да. Напомню, как тебя зовут. Саша. Все, Артем. В общем, друзья, я обожаю просто ездить двойкой, на самом деле. Многие этого не знают. Поэтому сейчас я буду ехать пассажиром вот на такой штуке, на траке. Два колеса сзади, одно спереди. Так. Оп. И поснимаю для вас движуху. Потому что ребята говорят, короче, ты, походу, подустал, молясь за столько километров. И говорят, хватит тебе рулить, короче. Саша сегодня тебя прокатит. Так что будем сейчас, короче, смотреть на ночную Астану. Наконец-таки я смогу, знаете, что, друзья, сделать? Я смогу, короче, поснимать инстаграмы. Да, друзья, вот представляете, короче, как Астана сегодня встречает? Это просто невероятное что-то. Вот в Астане, знаете, как-то на расслабоне так, на Чили просто. Не знаю, как отсюда уехать, друзья? Просто невозможно. Вот это вот казахское гостеприимство, оно выражается просто невероятным образом. Да, отдельный респект ребятам из Road Brazos, Казахстан, за то, что встретили меня таким образом. Просто от души реально красавцы. Накормили, короче, напоили, усадили в седло. Говорят, все, братан, ты не будешь сегодня ехать. Дальше, короче, отдыхай, чиль, наслаждайся городом. И это просто невероятно. Кстати, вот смотрите, мой джиксер тоже едет в колонии. Между прочим, Джесси тоже участвует в этой движухе. Между прочим, Джесси тоже участвует в этой движухе. Знаете, честно говоря, чувствуешь себя немножко неловко как-то. Когда все райдеры, а ты двоечка такая. Но это необычное чувство, но прикольное, прикольное. Интересно, а Саше тяжело меня вообще вести или нет на такой штуке? Это знаете, тот момент, когда ты постоянно водишь девчонок вторым номером. А тут ребята говорят, а ты не хочешь, чтобы тебя девчонка прокатила как бы двойкой? И я такой, да, почему нет? И, кстати, что вы понимали, друзья, это первый момент в жизни за всю историю, когда Мотониндзю катает девочка. Смотри, тут много девчонок, оказывается, ездят на байках. Офигеть. Вот девчонка и вот девчонка. Много девчонок в Астане гоняют на байках. Прикольно. Тяжело меня было вести? На такой штуке не чувствуется, да? Офигеть. Ребята, вот такая вот штука у нас трехколесная. Просто с кайфом. С музычкой. Это вам на самом деле не сраные спортбайки. Не, вообще с кайфом. Я так могу проехать тысяч два тридцать, сорок, не знаю. Можно бесконечно ехать на самом деле так на Чиле. Огонь, он мягкий, прикольный. И он еще так вибрирует, между прочим. Он все такой прям м-м-м. Я теперь, да, я понимаю, почему ты на нем ездишь. Я просто лишнечувствительная. Давайте, сюда идите. Заехали с ребятами вот такое место. Здесь прикольное по Чиле, на заправочке. Здесь ребята собираются тоже, иногда тусуются. Здесь можно кайфануть, отдохнуть, перевести дух и погнать дальше. Алмаз, короче, хочешь мне подогнать какую-то наклеечку? Возвращение, я думаю, ты поймешь. Так, пиковая дама. А, подожди, это фишка, это, по-моему, покер. Чтобы удача была? Колесо, как рулетка, правильно? Ага. А пики там. Это вот прям про нас. Ничего себе. Я про пики последний раз слышал, знаешь что? Типа на одном стуле пики точеные, на другой головку ядроченые. На Джесси пора забахать очередную наклеечку. Вот так, я думаю, короче, сейчас забахаем. Пластик такой прям горячий-горячий, короче. Прям как надо, знаете, на горячие клеить. Блин, ну короче, как обычно, с пузырьками наклеил, но ничего. Офигеть у меня, короче, уже тут боковушка становится прям вообще. Вся, прости, в наклейках разных. Ну, все, алмаз, от души тебе, спасибо. Это Буди, райдер. Такой чувак есть, блогер с Москвы. Кент мой. Рядом мог познакомиться? Да, взаимно. В общем, увидимся. Ну, конечно, да. Да, не за что, че-то. Вот тебе спросил, почему у него не горят так же, как у меня. А, тебе надо вот так делать. Ты про что? Чего это у меня не горит? У меня вон горит все. Не-не-не, вот так вот. Как горит? Добавок такой. Вот тут с боков у тебя горят? Да, лапочки, подконтактные, патрон меняешь и все. И провод один протягиваешь на габариты. И тебя будет видно, как фура ездит сзади. Офигеть. А ты мне лучше видать, блядь. Понял, прикольная, прикольная тема. Я такого даже, честно, не видел ни у кого. Ну, чтобы так вот ставили сюда тоже. Кто-то делает сюда, вот типа на дуги какие-то там дополнительные, на стяжки, знаешь? А так проще. И красивые, и с птичьей какие-то. Ну да, как будто так должно быть, типа, да? Вон Джейска, смотрите, ребят. Она здесь. Она рядом со мной. Знаете, я еще ни разу с Джесси не катался раздельно. Ой, еще одна девочка. Прикольно. На черном байке. Платишке. Я, короче, катался до последнего, друзья. Единственный, конечно, минус, это то, что на этом трайке не проедешь нормально в междуряде. Потому что у него с одной стороны большое колесо, здорово, с другой стороны большое колесо. Как-то так это все и получается. А знаете, что я еще, друзья, заметил? Это то, что весь город Астана в зеленой подсветке. Я не знаю, с чем это связано, но очень много, где я вижу зеленые оттенки подсветки. Обратите внимание, даже впереди почти целая улица подсвечивается в зеленом свете. Смотрите, зеленая подсветка растений, зеленая подсветка зданий везде. О, смотрите, Москва нарисована. Что это интересно такое? Гостиница какая-то? Короче, подводя итог, скажу вам так, что Астана очень красивый город, особенно ночью. Отначе вот эта подсветка фиолетовая, чего стоит. И вообще, я вам скажу так, что встретили меня просто офигительно. Мотобратья, мотоциклисты, просто ребята, которые смотрят каналы, и будущие мотоциклисты. Встреча прошла просто офигительно. Мне все очень понравилось. Ребята очень гостеприимные. Нам нужно поучиться у вас, на самом деле, у братьев-казахов, к такому уровню гостеприимства и подтягивать его у себя. А ты мне нравишься? Ой-эй. Позлить, пожалуйста. Ой-эй. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, я. Друзья, ну вы просто посмотрите на этот город. Джессика, посмотри на этот город. Черт возьми. Посмотри, как он красиво подсвечивается. Друзья, сори за ночной контент. Я не люблю ночью контент снимать. Но, блин, мне сейчас нравится глазами то, что я вижу. Поэтому я это снимаю. Я и буду это делать. Посмотрите на эту мечеть, как она раскрывается красиво. Вы видели ее днем, но посмотрите теперь ее ночью. Это же просто великолепно. Как красиво-то. Еще 100 км назад ехал по степям, где вообще пустота. А сейчас я в таком красивом городе с хорошими дорогами. С крутыми ребятами. Пригнались, ребята, на триатлон парк. Посмотрите, какая здесь прикольная стритовая движуха. Можно здесь покушать, отдохнуть. Здесь, ребят, происходит баскетбол. Короче, баскетбольная площадка. Такая чисто уличная тема. Кстати, у нас в Москве тоже есть такое подобное место. Но уже его нету ни хрена. Раньше был где Воробьевого гора. Прокатили Джессику сюда руками. Поэтому сейчас подкатимся и сделаем еще пару клевых фотографий. Потому что за весь трип, за 3000 км я ни хрена так нигде и не пофоткался. Нормально. Джессия чуть не упала опять. Блядь. Короче. Нормально. Пофоткались, в общем, все нормально. Можешь ворваться с ребятами и поиграть. Дай кинуть разочек. Можно трехочковый? Сейчас, пацаны. Показываю один раз. Это ворваться. Ну, почти. Вот эти рук. Вот этих рук? Да. Ну, все просто. Это граната. А это ЧК, наверное, не? Ты спорный ремонт, знаешь, и встаешь, и получаешься прям под... Геннадий Головкин, это самый-самый знаменитый ворстанский курсер. Геннадий Головкин, да? Да. Нормально. Надо будет посмотреть, как он бьет. Вот, ребята тренируются во все. Я уже стар для этого дерьма. Да, четенький. Так, друзья, пришла идея, короче, здесь оставить нотку себя на этой площадке. Поэтому забахаем и здесь тоже наклеечку. Так что можете, короче, ее отрывать. Кто придется, да, если она еще останется. Вот так мы прогулялись по Астане, по парку с Джейсикой, с ребятами. Мы делали кучу фоток. Мне очень все понравилось. Я так и хотел. Все нормально. Джейси просто устал чуть-чуть. Все нормально. Пойдем дальше. На самом деле я вашу реакцию смотрел. А, что там упал? Ниндзя? Да он все время так делает, да? Нет, так-то я одного могу взять с собой. Саш, ты в курсе, что у меня первый раз девушка катает на байке? Да ты что? Ну, ты у меня первая. Отбей. Так, походу на своем байке я, короче, не покатаюсь сегодня. Даня приглашил, короче, на его литр 80, да, ты сказал? Литр 800 бэхи, короче, катнуть. Ну что, давай, короче, полетели. За тест-драйвем. Нормальные мотоциклы. Это вам не джиксер, друзья. Представляете, я на таком бы аппарате бы гнал бы из Москвы. Даже одно удовольствие. Справа, слева такие котлы, короче, все вообще по красоте. И это дура литр 800, друзья. Самая настоящая мощь, друзья, чтобы вы понимали. Сегодня будний день. Сегодня просто вторник. Но, тем не менее, движуха у нас сегодня собралась основательная, я вам скажу. И очень классная. А ребята все очень добрые и позитивные. Отдельный респект ребятам. Мотоклубу Роуд Бразерс за такой теплый прием. Мужики вообще красавцы. Пригласили завтра на мероприятие к ним. В клан Хаус. Так сказать, в клуб Хаус. Так скажем, отведать блюдо из казана. Вот это, конечно, я понимаю. Выбор от руля. Не то, что на Джессе. Ну что, нормальный у тебя такой аппарат. Сколько он? 350 килограмм весит? Да. Угадал? 45. Каким бы ни был казахом, всегда свежий, всегда крутой. Русские свадьбы не в тему, в тему казахский твой. Чувствую скоро, так скоро казахи захватят поняту земля. Так, в общем, друзья, заехал домой Айвар. Говорит, поехали, короче, с пацанами. Мы решили, придумали, короче, досуг тебе небольшой, прокатиться на лошади. Говорит, ездил когда-нибудь на лошади? Я говорю, ну там, да, так ездил разочек буквально. Когда был маленький, в деревне, в Урале. Он говорит, ну сейчас, короче, нормально, прокатишься на наших лошадях. Был в Казахстане, и не прокатишься на лошадях. А после чего, мотоклуб, мотобратья The Road Brothers в Казахстане пригласили отведать к ним в клуб Хаус, так скажем, поужинать. Сказали, что приготовят вкусный ужин, чтобы я особо не кушал ничего другого, не наедался, потому что они приготовят стол. Поэтому сейчас, короче, отправимся, встретимся еще с ребятами и полетим, покатосим уже не на железных лошадях, конях, а на настоящих, на самых казахстанских. Я долго думал насчет обратного пути, с учетом того, что мне не дали визу в Америку, что делать, как добираться, что вообще, как быть. И подумал, что ладно, я отправлю мотоцикл транспортной компании прямо из Астаны, из столицы, и полечу сам самолетом. И сегодня, друзья, когда я зашел в интернет для того, чтобы купить билет, я просто охренел от цен. Это просто что-то нереальное. Прямой билет из Астаны в Москву стоит 130 тысяч рублей. Карл, почти две тысячи долларов в одну сторону. Есть еще варианты, конечно, с пересадками, там по 60, по 80 часов через какие-то там страны, города. Они стоят там порядка 60 тысяч, порядка тысячи баксов. Но что, капец, все равно как дорого. Еще и так долго добираться. Это просто нереально. Поэтому решил, друзья, поступить следующим образом, чтобы несколько сэкономить, так скажем, на бюджетах. Я решил, что я своим ходом прямо завтра отправляюсь в Россию, прохожу там границу и отправляю мотоцикл транспортной компании и сам улетаю. И это будет, друзья, но если не в 10, то в 15 раз выгоднее, дешевле. Сначала, друзья, я подумал, что буду возвращаться к тем же маршрутом, что и приехал. То есть через Кастанай, через Челябинск. Но потом мне ребята в Инстаграм подсказали, что можно добраться еще быстрее через Омск. Потому что от Астаны до Омска ехать порядка 60, там, 650 километров. Поэтому это будет намного быстрее и менее трудозатратно. Я прям завтра с утра вылетаю в Омск. 650 километров мне предстоит. Дорога будет, конечно, там, говорят, местами не самая лучшая. Но все же я планирую прям за день успеть перейти границу, долететь до Омска. И после чего... Здравствуйте. И после чего, соответственно, отправить мотоцикл и улететь самому в Москву. Да и к тому же возвращаться тем же путем, что приехал, знаете, для путешественника, это, ну, так скажем, не совсем интересно. Хотя очень бы хотелось, на самом деле, повторно увидеться с некоторыми ребятами, с которыми я познакомился, с очень душевными. Ну, тут, скажем так, палка о двух концах, конечно. Поэтому все же было тяжело принять решение. Но я принял, что поедем все-таки обратно. Раз обратно, раз Америка нас не пустила. Ну что ж, как бы, скрипя сердцем и душой, возвращаемся обратно в Москву для того, чтобы построить новый план действий. И, опять же, новым маршрутом через новые города. Да, потому что придется много раз смотреть в зеркало, если возвращаться тем же путем. Хотя я не суеверный, если что. Это я так просто прикалываюсь. Астана меня встретила просто максимально круто. Очень классные ребята, абсолютно каждый. Кто приехал на байки, кто пришел пешком на общую сходку, кто катался с нами почти до самого утра. Меня Астана очень порадовала и, честно говоря, превзошла мои ожидания. Честно скажу. Я всегда раньше думал, что только ребята с Кавказа имеют такой уровень гостеприимства и отношения к гостям. Но нет, оказывается, что братья казахи, блин, тут не уступают ни в чем. Здорово. Здорово. Как дела? Да, нормально все. Ну, а прежде чем ехать, кататься на настоящих конях, нужно заправить сначала железных, иначе мы просто не доедем. О, бензинчик такой прям прозрачный, не желтый даже. 13 литров на 2700 тенге. 2700 тенге, 13 литров. 2700. Ну, 450 рублей, вообще огонь. У нас бы я заправил уже на рублей 700. Нет, мою не оплачивай. Слышишь? Да мою не оплачивай. Уже в 1,5 забили. В смысле? Да бензин, блин, братан, бензин-то не надо. Да читайте отдельно. Братан, зачем ты, зачем, да бензин-то зачем? Все, ладно, я, давай, я следующую тебя заправляю. Хорошо? Все, нормально. Все, следующую я тебя заправляю, знаешь. Капец, это неправильно, блин. Ну, я не знаю, ребят, мне, честно говоря, не очень как-то удобно. Я не знаю, как описать своими словами, но, блин, и приятно, и в то же время как-то неловко, неудобно. И, не знаю, я не привык так. Я просто так не привык. У нас просто так не принято. Спасибо. За бензин. Капец, ребята, блин, просто дают. Вот как тут, друзья, блин, вот так вот, вот так быть гостем в Казахстане, ребят. Что, у меня слов нету. Бензин даже тебе заправляют, капец. Я, конечно, не знаю просто, как это объяснить. У нас как-то в России так, ну, не принято. Мы тоже любим гостей. Мы их там встречаем, угощаем, как-то, ну... Ну, не так же, что платить за все подряд. Это жестко как-то. Это как-то обидно. Я могу себе оплатить? Тем более такой выгодный бензин. Ребят, короче, Джесси у меня начала греться. Смотрите как, 268. Вон уже, короче, антифриз закипел, прикиньте, смотрите. Охренеть. Жесть, Джесси, ты че? Давай, давай, поехали. Уже быстрее тебя остудить надо. Короче, капец. По-моему, чтоб на ногу не попало. Горячая. Охренеть. Я думаю, что это воздушная пробка образовалась. А когда мне меняли вот здесь вот сальник водяной помпы, что-то там в этом дело, видимо. И если кто-то из вас подумает, что, знаете, типа, ребята тебя угощают, потому что они твои фанаты, твои подписчики, я, ребят, со многими познакомился уже по факту. Ребята, которые даже, ну, меня не знали попросту. Они уже там, если подписались, то после. Либо даже не подписались, но просто общаются нормально. На хороших, так скажем, отношениях, ноте. И многие ребята вчера подходили, просто говорят, ну, че там, москвич, чем тебя угостить, давай, че там, че, давай, нет, нет, не принимаются отказы, все, давай, говори, че будешь есть, пить. Любое, короче, блин. Я аж боялся что-то выбирать, понимаете, потому что он не хотел, чтобы меня лишний раз угощали. Лучше просто отказываться, говоришь, что ты ничего не хочешь кушать или пить. Долить надо? Нет, долить сейчас не надо, потом. Нормально. Уъезжаем в какой-то частный сектор. Зона отдыха Кулагер. Интересненько. Пойдемте посмотрим, что там внутри есть. Так, ну что, мы добрались к лошадкам. Много, кстати, видел девочек, ну, двое, кто пассажиром ездит. Они очень многие увлекаются вот этими конными прогулками. Не знаю, чем это связано. Железные кони и живые такие. Выглядит, конечно, она мощно, мощно лошадка. И даже чуть-чуть страшно. Прикольная, прикольная. Да? Ну ладно, постараюсь не ссать. Так, ну что ж, как управлять ей? Что делать надо? Сюда, да? А если брыкаться будет? Просто держаться? Так, честно сказать, не знаю, как управлять лошадью, но чувствую себя, конечно, как в рекламе All Spice. И я на коне. Как ее зовут? Крепыш. Крепыш, прям как меня. Ну, да, прозвище такое. Ниндзя-крепыш. Давай, давай, давай. Ускоряемся. Крепыш, пойдем. Давай, давай, крепыш. Че встал? Пойдем. Че он вредничает? Это, походу, как будто, знаете что? Это как будто-таки Yamaha R1 в убитом состоянии. Никак не хочет двигаться. А как его ускорить? Давай, крепыш. Я на диком западе, кобытке. Но в целом, это достаточно безопасно, прикольно. Но хочется даже, чтобы это было быстрее чуть-чуть, знаете. Да я просто только что ехал 160-180, и теперь мне кажется, это медленным. А крик к нему, крепыш! Да он у вас тоже не слушается. Какой-то непослушный. Мне достался непослушный лошаденок. А вот у вас же плетка есть. Может, ему плеткой дать чуть-чуть? А давайте вы ему дадите плеткой, а я попробую удержаться. Это будет хотя бы экстремально. В общем-то, что я вам скажу? Тема интересная. Особенно путешествие на лошади. Надо будет попробовать куда-нибудь путешествовать. В дальняк на лошади. Раньше же вот ездили в дальняк на таких вот лошадях. Да ты воврачивайся, ленивец. Ну что, крепыш, ты, конечно, молодец. Молодец, покатал ниндзя. А они кусаются вообще? На лошади, да. Все, спасибо. Так, ну что ж, прокатились, в общем, на настоящих конях. Пересели снова на железные. Ребятам спасибо большое, что пригласили сюда. Очень круто, мне понравилось. Впечатление классное. Хоть у меня была, конечно, такая полумертвая лошадь, которую нужно было заставлять, но тем не менее, все равно впечатление масса. Сейчас гоним к ребятам в РБ. Пригласили на ужин. Отведаем местные кухни. Даже не знаю, что они там приготовили. Интересно быт увидеть. Так, ну что, мы наконец-таки нашли, короче, где находится местечко это. О, тут же собралась движуха из ребятушек. Ну, привет. Здорово. Да, нормально, добрались. Так, друзья, в общем, представим вам серика. Шериф. Шериф, иначе, да. Вот сейчас он расскажет, что у нас здесь за место. Ну, место простое. То есть, мы в Астане. Один из клубов, столичный, города Нур-Султан. Это наша маленькая берлога. Латхаус, так называемый. В общем, обустраиваем, как можем. Сезон у нас короткий. Поэтому основную часть лета, пока мы катаемся, это пустую. Сюда можно приехать, отремонтироваться. А что-то еще сделать еще. Мы проводим летом. Зимние вечера. Ну да, отдыхайте. Мы связь не теряем, мы связь не обрываем. У нас тут больше части, как седей. Вот, примерно так. Добро пожаловать. Уютненько. Прикольно у вас тут. А, кстати, давно существует уже? В следующий год будет пять лет. Угу. Да. Мы относительно молодой куб. Но, тем не менее, стараемся, растем, развиваемся, ребят, объединяем. И вот там сегодня, в принципе, уже второй день катаемся в городе. И сам видишь, у нас все вместе делается. То есть, у нас нет разросленности. Угу. У нас нет, что там кто-то по классам разделился, кто-то по этим, по социалуке какой-то разделился. Угу. Это устным, кружком. Все вместе. Все делаем. Мы живем дружно. Поэтому наша вот задача, как таковая. То есть, чтобы скучно не было, периодически, ну, с учетом партнеринга и так далее, мы не можем организовывать большие декоративные мероприятия. Угу. Правильно будет? А вот такая тусовка, когда люди приехали, с караоке, с видеоиграми и так далее, приехать, отдохнуть, вообще милости просто. Кстати, хотел выразить тебе огромное спасибо и клубу твоему за то, что так встретили. Вообще классно вчера. Очень круто прокатились. Мы не можем, мы не можем иначе, мы сами не переживем. Нам самое главное, от того, что мы тебя встречаем, нам приятно. Это кайф, я уже это понял. Готовим казан-кебаб. Так, это что у нас тут такое? Казан-кебаб. Пахнет вкусно. Красота. Сейчас, ребят, будем отведывать. А что это у нас такое получается? Казан-кебаб. Картошечка, мясо, а мясо это что за мясо? Говядина? Да, мы не стали снимать. Пахнет вкусно. Пойдем пробовать. Ну что, сейчас, короче, примемся покушать. Ребята здесь приготовили мясца, салатика, поэтому всем приятного аппетита. Пообщался, в общем, с ребятами и говорят, что вот так, как рисует мне навигатор, здесь, конечно, я не проеду, потому что здесь попросту поля и дорог вообще нет. Поэтому мне придется ехать через Кокшетау и через Петропавловск. Там, говорят, дорога хотя бы лучше. Через Петропавловск. Да, да, мне уже, ребят, сказали, что там дороги нет. Там Петропавловск туда уйдет. Потому что, говорят, здесь шваля, здесь дороги нету, но, я так понимаю, заправок тоже нету особо. Поэтому я там где-нибудь, наверное, встану. Поэтому мотну небольшой кружочек, поэтому мы заедем в два города, Кокшетау, еще и Петропавловск. Так, ребят, короче, чилим, отдыхаем тут. Серик, президент клуба, говорит, подойди сюда. Говорит, сейчас возьми камеру с собой. Так, я готов. Ага. Рубил свой? Ага. Так, что, подпомни. Мы встречаем хорошего, хорошего, дорогого гостя. И по нашим восточным традициям мы, конечно, на него чопан одевать не будем. Он еще молод для этого. Потому что, может, его и там не поймут. Но у нас есть не то, чтобы это традиция, но, наверное, какую-то хорошую память о себе, чтобы оставить, мы тебе вручим частичку нашего сердца. Рамба, ты где? Я здесь. Вот приехал в город, из города Павлодара. О, ничего себе. Супер. Класс. Офигенно. Офигенно. Супер, супер. Спасибо огромное. Я думаю, что ты с теплотой на сердце будешь вспоминать твою поездку. Офигенно. Офигенно. Я даже знаю, куда я его повешу. Супер. Ну, спасибо большое вам. Спасибо. Слушайте. Слушайте, ну, в свою очередь, хочу сказать спасибо большое за теплый прием. Мне очень приятно, на самом деле, что вы так приняли меня. И, в целом, вообще, Казахстан рулит. Действительно, нам, наверное, россиянам нужно поучиться. Будет у вас определенно этому уровню гостеприимства. Поэтому очень круто. Горжусь вами. Вот, обязательно еще приеду. И увидимся. Приезжайте к нам в гости тоже. Все. Спасибо большое. Супер, супер. Класс. Супер, спасибо. Сейчас упакаем. Такие штуки я люблю. Все, спасибо еще раз. Очень рад. Спасибо. Спасибо. Не, не, ну а ты что? Спасибо. Движуха в Ротбрадос прошла просто на высшем уровне. Ребята все очень крутые. Подарили, видите, мне флаг. Офигеть. Я его повешиваю себе обязательно дома. У меня есть теперь, где его повесить. Короче, блин, сходняк вообще, конечно, топ. Просто на уровне. Ребята все очень крутые. Каждый, блин, предлагает, короче, остаться на подольше. Пожить у них. Еще что-нибудь, короче. Блин. Просто красота. Так что, ребята, спасибо большое, что накормили, напоили. Все было очень вкусно. Все было на уровне. А сейчас, ну, по классике, все-таки надо вечернюю покатуху такую строить. Если вы понимаете, о чем я. Короче, тут слемачик взял. Может быть, даже кого-нибудь да и прокачу. Едем прокатосить. Вон, смотрите, да. Наклеечка. Бам, красава. Всех снарядил, короче, наклеечками своими. Хуй ты пикаешь, бля, уебок. Короче, друзья, прикол. Я сейчас такой еду, и у меня, смотрите, что случилось. Что с Клипоном, твою мать? Хорошо, что это случилось именно сейчас. А что, он просто раскрутился? Или лопнул, или что? Джесси, что случилось? What the fuck? Охренеть, смотрите. Блин, хорошо, что это случилось-то. Не где-то на трассе или еще где-то. Он просто, как будто-таки, выпал. А я только, знаете, хотел сейчас что-то сделать? Я хотел сейчас девочку-подписчицу прокатить, на самом деле. Мы едем к ней. Она выложила такой грустный сториз. Сижу я сейчас, чуть ли не плачу, потому что... Ну, вот. Я сначала думала, что это просто похожий мотоцикл, но нет. Блин, очень приятно, конечно, встретить вживую этот легендарный спортбайк. У нее были все счастья, что я приехал в город. Я подумал, думаю, ладно, давайте попробуем с счастливой девчонкой прокатить ее чуть-чуть. И, короче, только сейчас отъехал, и тут, бам, такая история. Прикиньте. Мне нужен, походу, шестигранник, чтобы это сделать. Офигеть, офигеть. Джесси, малая, я понимаю, что ты устала. За 3300 километров. Ну, блин. Камон. Нам нужно с тобой еще много чего сделать. Фух, надо доехать до ребят, которые проехали вперед. Догнать их и спросить, есть ли у них шестигранник. Я-то поворачивать не смогу, руль. Сейчас попробуем потихонечку как-то добраться. В принципе, одним клипоном можно рулить, подруливать. Ну, это как песня капуста. Смотри. Он такой удивленный. Убили его глаза, когда он увидел. Ой, блин, угарно. А у тебя шестигранников нет, случайно, с собой? А, погоди. У меня есть-то бы шестигранники. Чего я туплю? Сейчас починим. Походу, он просто, да, он прям вообще не затянутый. Вверх до конца он дошел. Теперь его надо вот так чуть-чуть. Его надо повернуть. Не, именно руль, выверни. Ага. Все, затянули, ребят, короче, нормально. А я, знаешь, еще испугался? Я думал, клипон, короче, лопнул. Это было бы, конечно, неприятно. Вилли то, что делал. Да, вилли, кочки, трасса, она раскручивается все. Я думал, мотоцикл крутился там, куда он стоял. Да, кто-то мне подкрутил, наверное, клипон. Оставаюсь еще на денек в Астане, я вот это все понял. Ну, привет. Как дела? Нормально. Ну вот, знакомься, мои друзья. А ты сколько весишь? О, ну нормально. Каталась когда-нибудь? Один раз. Ну, достаточно, я думаю. Это два года было или два года назад? Два года назад. А, да. Нитя был 600. Какая вручная, вроде. Предыдущая версия, меня просто. Держаться знаешь? Да, держаться. Ну все. У тебя такой грустный сториз был, говорю, что я решил прокатить. Да. Ага. Ну шо? Довольно? Да. Нормально? Давно хотела. Что? Давно хотела так покататься. Ну так вот, прикинь, как тебе фартануло сегодня. Второй раз, значит, прокатилась и сразу с ней. Круто же. Ну че ты? Замина довольна? Счастлива? Все, дай пять. Вот так вот, друзья, понимаете, может быть. Кто знает, кого я когда-нибудь прокачу? Ну ты сидела нормально. Нормально все? Ну да. Даже не скажешь, что второй раз. Че, каково это? Рассчитывала, что сегодня прокатываешься? Когда встретила этот байк здесь. Короче, Замина молодец. Джексер Сила, БМВ Могила. Это было офигенно. Повторила бы? Обязательно.